Возвращение в мир Возвращение в мир Здесь разорвалась связь, но имеет ли это значение? Видите, здесь линии уже окрашены в желтый цвет, а здесь они ситни. По-моему, мы уже перенесли воспоминания, и мне кажется, не обязательно это делать, чтобы цепочка была. Хотя, если чтобы была, тогда будет сложнее. Ну, мне кажется, нет. Так, здесь совпадает у нас книжка. Не, мне кажется, все нормально у нас получается. Эй, Ева, зацени! Не паясничай! Действительно, иногда ведет себя как малолетний придурок. Так, есть. И здесь совпадает, что у нас часы совпадают. Все собрали. Ну, вроде все правильно мы сделали. День... Вот и все, с чем мы можем работать. Готов запустить? Ты меня знаешь, уседа, Атох. Так, а что ж вот это за заблокированный участок-то, а? Крайне интересно. Так, посмотрим, какие сувениры он привез с луны. Да, мы вперед! Не в этот раз, дорогая. Так, а ну-ка. Что здесь? У нас тут кое-чего не хватает. Невелика потеря, а мы и без него справимся. Без кого него? Это кто? Николас? Знаю, но... Есть чувство незавершенности. Ты слишком привязываешься, это повлияет на твою способность выполнять работу. Чушь собача, не грузи меня своим бабским психоанализом. Гребаный тиходел. Ничего не могут починить, как надо. Не сердись на них, все ошибаются. А, они думают, что это косяк в оборудовании, да? То, что они дальше не могут добраться. Так, ладно, что делаем? Слишком рано. Промотаем время вперед и посмотрим на результат. А, к последней картинке надо. В смысле, к последнему... ...воспоминанию. Сюда? Сюда? Сюда. Угу. Ничем не отличается от последних реальных воспоминаний, Йо. Как правило, хоть что-то меняется. Что-то не так. Эти воспоминания не просто похожи. Они в точности совпадают. Но это невозможно. Мы же транслировали желания, так? Так. О, что-то... Мне кажется, все дело в том заблокированном участке памяти. Надо туда отправляться. У нас, наверное, не полностью есть вся картина. А, ну все, один в один как было, да. Ничего не изменилось. Никуда он не полетел. Хреново. Жонни? Какой приятный сюрприз. Нечасто у нас гости бывают. Дежавю. Опять. Я доктор Ева Розалин, а это... Что? Я не буду второй раз это говорить. Ну, помните, он первый раз пошутил, назвав там себя каким-то там графом, фоном. Че-то такое. Доктор Нил Уоттс. Вам знакомое агентство генерации жизни Зигмунд? А, так вы из агентства. Ну все, точь-в-точь повторяется, короче. Фигня. Ничего у нас не выходит. Какое совпадение. Я как раз думал вам позвонить. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Ну, как и в тот раз Лили замерзла. Лили. Ты его тоже поставь на паузу. Так, нам надо поговорить с тобой. Ну и... Жди здесь. Я попробую транслировать желание еще раз. Скажи, если что-то изменится. Уже... Нет, че-то мы недопонимаем. Трансляция была успешной. Сто процентов. Что изменилось? Абсолютно... Ничего. Как так? Даже если желание не сработает само по себе, как может вообще ничего не измениться? Может... Может нужен какой-то стимул для его активации? Из ранних детских воспоминаний? Самых ранних. До которых только можно добраться. Вот-вот-вот. Я согласен. Пойдем. А там вот что-то не так в его ранних детских воспоминаниях. А, ну это не самое раннее. Это он уже подросток. Убертатного периода. Желанию Джонни о полете на Луну необходима стимуляция. Так? Ну ладно. Ага. Фильм поменяли. Что за... Это не тот фильм, который должны были показывать. Ох, ну и ладно. Ты не против, Ривер? Нет. Мне нравится. Хорошо. Тогда пойдем. Надеюсь, этого достаточно для стимуляции. Так. Где Нил? Так. А где Нил, действительно? Чем занят этот... Доктор? Который иной раз ведет себя как... Мальчишка. Ты смотрел на Луну? Понравилось? Ну, по-моему, слишком претенциозно. Я люблю, чтобы фильмы были более... Ну, даже не знаю. Че там? Ева хреновый фильм какой-то поставила, да? Тогда у нас мало шансов, что что-то... Выйдет. Че, давайте глянем. Можно мы это сделать? Можем. На Луну, любимая! О, Генри! О, боже мой! Господи! Я определенно слишком уставший и голодный, чтобы создавать фильмы. Думаю, стоит посмотреть, изменилось ли что-нибудь у Джона. Давайте глянем. Прости, что оставила тебя здесь, приятель. А, это мы вернемся сейчас? Не понял. Где стрелочка? А, ну сюда, да, да. Ни хрена не изменилось. Да еханыш ты, бабай. Ничего не меняется. Попробую запустить его где-нибудь еще. Это просто курам на смех. Ли? О, прошу прощения. Ли? Ли-ли? А, в школе. Да нет, надо еще раньше, мне кажется. Может, здесь что-нибудь сработает? А, давайте книжку, может, ее про маяки поменяем на книжку про Луну у нее. У меня нет на нее времени. Нет, не то, пальто. Плюшевый утконос. Ну что, запустила она энциклопедию тебе в морду, а? Запустила? Заткнись, чувак. Пацаны, вы что тут делаете? Уже начинается. Пошли, займем нормальные места. О, что-то изменилось. Стоп, не помню, чтоб такое было. Что-то изменилось. А, ну-ка, куда они все пошли? Ну, здесь все по-прежнему. Сюда, что ли? Вот здесь у ривер ничего не поменялось. Лады, пойдем во двор тогда. Оу! Че они тут все собрались? Секундочку. Это не изменение. Это... Послушайте меня, пожалуйста. Это наш доктор Нил. Как вы знаете, я являюсь официальным представителем нашего славного НАСА. Я здесь, чтоб рассказать вам о нем. Давай, Тимми! О боже. Вау, это было ужасно. Но я отвлекся. Она ржо, смотрите. В общем, я знаю, что многие из вас задаются вопросом. Какие у меня шансы совершить что-то настолько же крутое, как путешествие к другим мирам? Вдохнуть сладкий воздух Венеры? Переплыть через кольца Сатурна? Или, быть может быть, прогуляться по обратной стороне луны? Здесь, в НАСА, мы верим, что, имея желание, появится и возможность. Может быть, ты? Или ты? Или, быть может... Ты? Но я не хочу на луну. Ну, тебе повез. Стоп. Почему? Почему не хочешь? А я должен? Мне и на земле хорошо. Ну, что? Совсем не хочешь? Нет. А что? Совсем-совсем? Хм... Нет. Чё за нафиг? А чё ж он старости хочет, а сейчас не хочет? Что мы не там вообще копаем? Что ж, как официальный представитель НАСА, я расскажу вам некоторые факты о Луне. Начнём с того, что Луне уже 4,5 миллиарда лет. А знаете ли вы, что по площади поверхности она превосходит Африку? И это правда. На самом деле, если попытаться объехать Луну на велосипеде... Кстати, лучу света требуется полторы секунды, чтобы добраться отсюда до Луны. Если ехать туда на машине, дорога займёт 130 дней. Я знал это! Ну и, наконец, люди, слетавшие на Луну, становятся богатыми и знаменитыми. А у богатых и знаменитых всегда толпы фанатов. Вот. И всё, что я хотел вам рассказать. Помните, двери НАСА открыты для всех. Особенно для брюнетов. И надо ещё добавить особенность именем Джон. Боюсь, ни хрена это всё не сработает. Ну, как тебе? У нас события не взяли. Думаю, это было слишком вульгарно. Ха, а я так старался. Хочешь посмотреть, сработало или нет? Конечно, сейчас вернусь. Бьюсь об заклад, что нет. Вернулся. Докладывай. Полный швах. Вот тот аж. Один-один. Так, блин, ну я думаю, это не слишком ранние воспоминания. Тут уже подросток. Надо в детство, в детство надо. Эй, не унывай. Уверен, ещё можно что-то предпринять. Например. Ну, вот тот аж. Так, шо же делать? Следствие зашло в тупик. Мы не в состоянии достроить дом, Изабель. Мы едва можем оплатить её лече, но вы можете принять участие в розыгрыше путешествия на луну. Если продадите дом, у вас получится. Да они сейчас будут влазить во все моменты его жизни. Диагноз точный? Да. Вообще-то редко. А вы знали, что в нас отдают отличную медицинскую страховку? Это правда для вас и вашей супруги. А в космосе бесплатно гадают на пони. Ой, смотрите-ка, свадьба рада за вас. А вот вам загадка. Угадайте, куда вам стоит отправиться на медовый месяц? Месяц, то бишь молодая луна. Игра слов. Интересно, как это было по-английски. Но перевели на русский, великолепно. Ривер. А вот это что-то новое, вспоминаю. По-моему, здесь мы не были. Но тут он уже, блин, 35-летний какой-то. Ой-ой-ой, что, промахнулся? Ах ты си, стекло, падаю. Джонни, Джо, Джон. Какого огурца? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, а блин, какое это выражение отличное. Я никогда такого не слышал. Нам будут запомнить. Фух. Знаешь, это бесполезно. Не просто бесполезно, это абсурдно. Мы же грёбаные профи, я не подписываюсь на то, чтобы бегать за ним и орать, как полуумная. Точно? Слушай, может это всё от недосыпа? Если бы я знал, что у нас тут будет всеночное бдение, то взял бы кофе. Согласна, видел бы тут фильм, который я тут сотворила. Фильм? Именно. В общем, времени у нас мало, а такими методами мы ничего не добьёмся. Давай отдохнём до утра. К счастью, Джонни пока держится. Мне нужно сделать пару звонков. Так, что? Добро пожаловать в реальный мир. Передохнём немножко. Так, вышли из Матрицы. Или из Анимуса. Кому как будет угодно. Так, Розалинда... Розалин, вернее, отдыхает. Тебе поспать надо было, а ты тут смотришь. На ночное море. О, боже мой. Для такого кадра они могли её перерисовать. Ничего не понимаю. Почему машина не дала никакого эффекта? Блин, ну реально, для такого крупного кадра, ну чё её не перерисовали? Они взяли, просто увеличили её. Ну, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что она негра. Ну, ничего. Зато она весёлая и островная. Запрошенное желание Джонни отправиться на Луну было успешно передано, и всё равно не возникло и следа того, что он захотел полететь на Луну. Если только в процессе не было изменено вторичное условие для возникновения такого желания. Только в этом случае одно и то же желание в разные моменты времени привело бы к разным результатам. Без сомнения, Ривер играла большую роль во всей его жизни. Если что и могло изменить основное желание Джонни, то она первый подозреваемый. Ну, среди тысячи возможностей, что именно было причиной? Ривер. Что же ты сделала? Да, по-любому надо копать в эту сторону что-то с Ривер. Хотя мне кажется, что и в молодые годы надо было попасть. Тоже посмотреть, что там было. Вернее, в детство. Ох, солнце встаёт. Ох, красотища. Летят перелётные птицы. Мы теряем времени. О, правильно. У нас мало времени. Может быть, Нил что-то придумал. Так, ну он в доме, я думаю. Что-то ничего не сходится. В старости он захотел на Луну, но не мог объяснить почему, видите? А в молодости вообще не хотел. Ему и на земле было хорошо, как он сказал. Бей, запах от раздавленной Нилом белки добрался уже и сюда. Да ладно, это в чёрт зайди там, забыл километр отсюда. А эта белка весит там 100 грамм. Сколько там с ней этого запаха разложения? Хотя, конечно, неплохо бы её убрать. Но нам не до этого. Надо выполнить контракт. Так, а где же Нил? Как дела у Джона? Борется из последних сил. У вас как успехи? У нас... У нас пока ничего не выходит. Вам лучше поторопиться, у нас мало времени. Если вы ищите вашего коллегу, полагаю, на кухне. На кухне. А, это где мы достали этот... Карамельную палочку для детей. Насколько я помню. Нет, я всё понимаю, но... Хорошо, у вас есть документальное подтверждение? А почему опять так получилось, что у нас не было этой информации? Или улечь ещё врача, раз уж на то пошло. Ты где кофе достал? Разговариваешь с офисом? Ты чё лезешь, когда человек по телефону разговаривает? Да, потом всё расскажу А теперь тсс Стой, это у тебя... Где нашёл? На маяке, перед тем, как мы начали Так, последний раз говорю тсс Последний бумажный кролик, что Ривер дала Джону Так Ммм, понимаю, понимаю Так, а что ты понимаешь? Вверх, чё ты тут в патимах сидишь? Ммм, понимаю, понимаю Так Нил, этот Нил впал в цикл Наверное, нам надо ещё что-то сделать Так, а где Лили? Для Ривер, это понятно О! Ну, мааа! Я не хочу в школу! Сегодня воскресенье, дорогой Тсс, дайте им поспать Да что мне все цыкают В этой серии Так, что тут у нас? Дайте им включим свет Выключи, тыл-то неуклюжая Да! С тебя пляжный мяч Эм, что? Да хрена, Уз-2 Ммм Новое платье короля Нет, здесь всё по-старому Так, надо с Лили поговорить Я думаю Куда она идёт? А, всё Утреннее чаепитие Мне стоило присмотреть за ними прошлой ночью Они легли слишком поздно Что ж, обстоятельства не из ряда повседневных Похоже на то О, хотите спросить о чём-то? А, о Лили Знаете, довольно необычно, что человек вроде вас работает здесь С двумя детьми и всё такое, я имею в виду Тут не так плохо, правда Здесь даже ходит школьный автобус Ну как вообще вы тут оказались? Ну, несколько лет назад моего мужа не стало Что произошло? Блин, умер он Он был военным Я не знаю У американцев что, получается Это как бы морально-этично такие вещи спрашивать? У нас так не принято Если человек хочет, он расскажет, как умер близкий ему А если нет То и не надо бередить рану Ну да ладно Он был военным Он был отправлен в последнем отряде Который отправили на ту войну Это какая? 2011 год Ливия, что ли? Печально это слышать Я запаниковала У нас было мало сбережений А найти работу было очень трудно Джонни заметил моё объявление И предложил мне эту работу Я приняла её с благодарностью Ещё и место такое умиротворяющее Оно помогло мне вылечить боль от утраты Разве власти не помогают дом, чьим уже погибли на войне? Помогают И в конечном счёте я получила пособие Но затем у Джонни начались проблемы Ему была нужна моя помощь Томми и Сарри здесь тоже понравилось С тех пор мы живём тут Ну а Джонни Он был только рад Мы будем скучать по нему Думаю в глубине души Он очень хотел завести семью Блин Да Тяжёлая судьба От Томми и Сарри А что вы им собираетесь сказать о Джонни? Я... Я не знаю Попробую что-то придумать Но вряд ли они поверят В наши дни Дети довольно умны Они всё быстро поймут Могучая и неумолимая Это природа жизни Тут нечего скрывать О будущем Это ваша единственная работа, не так ли? Что вы будете делать, когда всё закончится? А что мне остаётся делать? Найду работу в городе И буду жить дальше Как-то так Жаль, конечно Я буду скучать по Джонни И по этому месту Думаю, что буду заезжать сюда время от времени Нет вопросов О! Хотите спросить о чём-то? Блин, да нет вопросов А, да Перед тем, как впасть в кому Джонни Сказал мне Что вы, вероятно, скоро придёте Сказал, что Скорее всего У него не будут возможности Сделать это лично, но Он хотел, чтобы я поблагодарил вас От его имени Так что Спасибо вам Блин Чё-то дюже сопливо Прям как-то всё Ну что ж Пока не за что Пока не за что Говорить нам спасибо Мы пока Не воплотили его Желания в жизни Так, ты всё там договорил? Что? Похоже, у малыша Джонни есть кое-какие старые секретные записи Секретные записи? Секретные медицинские записи, если быть точным По-видимому, в детстве ему была введена большая доза Сильно действующих бета-блокаторов А что это такое? И какая удача Они, как правило, дают маленький побочный эффект на интересную штуку Память Ааа, вот что мы не могли туда попасть Бета-блокаторы? У Джонни не было проблем с сердцем, так? Видимо, нет И это приводит к интересному выводу Что побочный эффект Просто должен был стать основным А в таком количестве Влияние на память в период приёма Должно быть значительным Думаешь, это и не даёт нам пробиться к его ранее воспоминаниям? Да по-любому Ну, это не аппаратный глюк однозначно Техотдел меня обматерил за то, что я всё свалил на них И что теперь? Мне передали частоты реконфигурации Это должно помочь нам обойти блокаторы А когда доберёмся до его детства Может быть, наконец-то окажемся достаточно глубоко Чтобы заставить его желание сработать Так чего же мы ждём? Есть ещё кое-что Конечно, всегда есть ещё кое-что Чтобы активировать новые частоты Нам нужен триггер Триггер? Что-то, что точно присутствует в недоступной области памяти И нужно отдать его Джону Чтобы стимулировать память изнутри Ну что мы о нём знаем? Мы лишь мельком заглянули в детские воспоминания Даже если мы найдём детскую фотографию или ещё что-то Джон, без сознания Да уж, шаг вперёд, два шага назад Знаешь, у меня не было такого геморроя на работе со случая с Норой в прошлом году Та же ерунда Прямо бесит меня Пойду-выду, воздухом подышу А, кофе забыл Получена заметка Бета-блокаторы Кстати Заметка Надо же сохранять игру, не забывать Бета-блокаторы Описание Лекарственное средство Побочный эффект Под влиянием стресса Возможно нарушение памяти Так, судя по всему Джонни С Джонни Что-то в детстве такое Страшное случилось Что ему прописали бета-блокаторы Чтобы забыть это А теперь Это самое Этот самый факт Не пускает нас в его самые Ранние детские воспоминания И чтобы туда попасть Надо как-то сейчас воздействовать на реального Джонни Чтобы там появился Триггер Ну или как сказать Точка, да Определенный момент Какое-то воспоминание В самом раннем детстве И чтобы мы могли туда пролезть Ну Вот как-то так Я примерно понял Эту ситуацию Проблемой является то Что Джонни в коме И ученые опять в тупике Вот действительно Шаг вперед Два назад Ладно Что Пойдем за За Водсом Ну и вонь Прекрати бегать Как сумасшедший Та белка Ева Она воняет Ну да Напомнить кто белку переехал Что происходит Вы разбудите детей Минуточку То последнее воспоминание На котором мы застряли Там был тот же запах О чем это вы Обаянительные рецепторы Непосредственно связаны С лимбической системой Мозга Лили Понимаешь Что это значит Ну я Что Он хочет сказать Что обаяние Вероятно Самое эффективное чувство Для возбуждения памяти Мы можем использовать Запах в качестве стимулятора Чтобы получить доступ К его детским воспоминаниям И самое главное Несмотря на то Что Джонни Без сознания Он еще может Чувствовать запахи Я Мне кажется Я упустила Какой-то важный момент В всей этой истории Короче Это здорово Это просто замечательно Теперь нужно Чтоб ты принесла Кусочек той белки Точно Я просто Подожди Почему я должна За ней идти Это же ты Безжалостно Расплющил Бедное создание Именно Я свою задачу Уже выполнил Ха-ха-ха-ха-ха-ха Какой же ты Все-таки Засранец Эм Если это чем-то Поможет У меня У меня Есть пара Перчаток здорово сделано не одноразовые к сожалению но я думаю что надуем замену потом так что до ева в перчатках и мы идем за за разлагающимся трупом белки но я думаю сделаем это уже следующей серии а сейчас я желаю всего самого доброго и всех благ